Ну что, к вашему вниманию, обзор матча Греция-Франция. И сегодня французы не побеждают. Хотя Мбапе на последних минутах матча хотел сделать победный гол для своей сборной, но не получилось. Греция в своем стиле, как в лучшие времена, коллектив, который может играть с такими оппонентами. Коллектив, который умеет и сушить игру, и атаковать, и реализовывать свои моменты. Два удара по воротам по статистике, два гола, в принципе, забивают они на 56-й и на 61-й минуте. Бакасетас и Йоанидис. За Францию забивают Муани и Фуфана. Франция уже прошла на Евро 2024, это было понятно. Но престиж вообще, в принципе, победить в таком матче, куча побед подряд себе организовать, они хотели. Это абсолютный факт. По составу, ну, посмотрите, у нас Эрнандесы, два, да, Салиба, Кундефа, Фонаро, Бьо, Гризман, Дембеле, Муани и Жеру. Ну, как бы, вы знаете, выходит Мбапе потом, то есть сказать, что не основной состав играет в сборной Франции, невозможно. Понятное дело, что этот матч ничего не решает. Греция 100% остается на третьем месте, Нидерланды 100% идут на втором месте, а Франция на первом. Но все равно статус, обрадовать своих болельщиков, фанатов, в принципе, это абсолютно нормальная история. И давайте спросим Францию, зачем они убивали 14-0 Гипералтар. Тоже вопрос интересный, в принципе. Ну, и за такую игру от греков действительно абсолютно не стыдно. Коллектив действительно круто себя показал. Была и точность передачи, да, владения где-то их возили, но все равно, как бы, играли в открытый футбол, не стеснялись вообще ничего. И люди пришли посмотреть на них против очень сильной команды. Что мы имеем? Вот турнирная таблица. Нидерланды на данный момент несут, да. Там Гипералтар, в принципе, ожидаемо, что больше четырех мячей они забьют. Греция сыграла 2-2, Ирландия у нас на четвертом остается и Гипералтар. Пропустил Гипералтар 41 мяч. 41 мяч Гипералтар пропускает. Не знаю, что делать после такого. Я просто в шоке. Если говорить, кто вообще прошел на Евро, то сделаю отдельное видео для вас, проанализируем все команды. Я думаю, будет интересно и обсудим вообще, кто сможет пройти дальше. Сборная Украина будет играть в стыковые матчи. И посмотрим вообще на участников этой встречи. Спасибо, обнял вас. Подписывайтесь на канал, ставьте лайк и остаемся на связи. Субтитры сделал DimaTorzok